Всем привет! Вы на канале Жизнь Германии от Эльвиры. Я Эльвира, это моя кухня. И сегодня я хочу приготовить очень простенький десерт. Для моего десерта понадобится не так много продуктов. Нам надо будет яйца, простое молоко, нежирное и сгущенное молоко. Тем, как начать взбивать наш десерт, я уже включу плитку, поставлю кастрюлю, для того, чтобы она закипела с водой. И мы десерт будем готовить на паровой бане. Также нам понадобятся формы для нашего десерта. У меня будут вот такие стеклянные и одна керамическая. Главное, чтобы они были огнеупорные. Я взяла миску, туда выбила яйца. Теперь отправляю туда нашу сгущенку и молоко. Потом это все необходимо будет хорошо взбить миксером. Главное, чтобы оно все очень хорошо перемешалось. Все продукты находятся у нас в миске. Теперь это все перемешиваем миксером. Буквально пару минут оно на пену не собьется. За это время наша вода в кастрюле закипит. И ее сбавить на маленький огонь. Вот смесь я подготовила. Я также достала фольгу. Фольга необходима для накрытия формы, в которой будет готовиться наш десерт. Да, я забыла сказать название. Это яичный пудинг. Теперь необходимо аккуратно вылить наш десерт в формочку. Формочка может быть любая, какая у вас есть. Главное не наливать до самого верха. Вот теперь мы вылили и необходимо будет сделать крышечку из фольги. Вот я десерт установила на паровую баню. Теперь накроем его крышкой. Как я уже сказала, температуру мы сбавили на более меньшую, чтобы она варилась как можно на меньшем огне потихонечку. И варить мы ее будем минут 15, можно 20. После того, как мы выкинули наши формы из паровой бани, необходимо дать ему полностью остыть. Поставить в холодильник для полного застывания на 2 часа. Прошло 2 часа. Я вытянула пудинг из формочки. Украсила так, как я хотела. Вы украшаете, как вам захочется. Можно оставить пудинг в форме и так кушать. И при желании можно полить сиропом. Ну а вот, наш десерт готов. А мне остается только с вами попрощаться. Пожелать вам приятного аппетита. И напомнить, если не подписались, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok